В этом видео мы покажем тебе несколько удивительных карт Африки и Сахары, которые взорвут твой мозг. Ведь на самом деле то, что представляют эти древние записи, просто невозможно. Более того, как ты увидишь в конце нашего видео, выводы, сделанные на их основе имеют революционно-историческое значение. Готов ли ты присоединиться к нам в раскрытие одной из самых захватывающих исторических тайн всех времен? Тогда усаживайся поудобнее, жми кнопки «Нравится» и подписаться, и обязательно досмотри до конца. Зелёная пустыня Пустыня Сахара, занимающая невероятные 9,2 миллиона квадратных километров, продвигается вперёд и является самой большой засушливой пустыней на Земле. Хотя колоссальная пустошь простирается от Атлантического побережья Африки до побережья Красного моря, теоретически Германия могла бы 26 раз поместиться внутри Сахары. И хотя знаменитая пустыня песчаных дюн на самом деле составляет лишь 20% Сахары, этот регион не мог бы более радикально отличаться от пышного прорастающего лесного ландшафта. И всё же, между тем считается несомненным, что Сахара не всегда имела тот пыльно-сухой облик, которым она представляет нам сегодня. В течение последних двухсот тысяч лет пустыня расцветала как минимум трижды, и это на протяжении периодов в несколько тысячелетий. Согласно этому, последняя сухая фаза Сахары наступила между четырьмя тысячами и тремя тысячами пятьюстами годами до нашей эры, когда раскинувшаяся река пустыни заставила жизнь бежать на юг, а точнее в плодородную долину Нила. Пока всё понятно. Но если последняя зелёная фаза Сахары была более 5500 лет назад, как можно объяснить следующую карту середины 16 века? Составленная исследователем Себастьяна Мюнстером, она показывает нам ряд рек и озёр и даже густой лес размером с американский штат Техас, расположенный посреди Сахары. Но как такое вообще возможно? Ведь Себастьян Мюнстер считался одним из самых значимых картографов 16 века. Буквально нанёс на карту не только Африку, но и Европу, Южную Америку и Азию. Что же побудило Мюнстера наделить засушливую пустыню цветущей флорой? Ну, чтобы понять это, нам нужно заползти в пресловутую кроличью нору и взглянуть на остальные самые старые карты Африки. Удивительная вещь, Мюнстер был далеко не одинок в своём изображении. Например, многие другие карты того времени также показывают нам Сахару, бурлящую водой. И многочисленные города. Неважно, посмотрим ли мы на карту, созданную Лингардом Холли в 1482 году, или на так называемый Каталонский атлас мира 1375 года. Везде мы видим сооружения и детали, которые, согласно официальной историографии, не должны существовать на самом деле. Загадочные параллели. Если мы посмотрим дальше бесчисленных поселений в Сахаре и поищем ещё более масштабный контекст, то наткнёмся на карту мира Фра Маура 1459 года. В деталях это изображение показывает нам так называемый старый свет с Европой, Африкой и Азией. И здесь Сахара тоже кажется скорее целостным мегаполисом, чем в значительной степени необитаемый пустыней. В наше время мы часто склонны смотреть на наших предков сверху вниз. Таким образом, далеко не показывая нам строение неизвестных цивилизаций, карты демонстрируют тот факт, что люди прошлого не имели никакого представления о мире. Но действительно ли это ответ? Можем ли мы согласиться с таким упрощением? Давай на данный момент предположим, что карты отражают реальность. Что же тогда стало с загадочными пустынными городами и их обитателями? И почему природный облик Сахары претерпел кардинальные изменения? Особенно поражает тот факт, что карты многовековой давности, видимо, существуют в приблизительных количествах. Например, разветвленная речная сеть прокралась на карту Герарду Саммеркатера 1578 года, а также на изображение, созданное Фернандо Бертели 13 годами ранее. И самое позднее, когда мы смотрим на карту Мартина Вальдия Мюллера 1507 года, мы не можем не распознать четкую закономерность. Мегачат. Но, возможно, эти карты не показывают нам, как выглядела Сахара в то время, когда они были составлены. Возможно ли, что изображения относятся к значительно более древним эпохам, когда Сахара на самом деле еще представляла собой процветающий рай? Несомненно лишь то, что изображения ландшафтов выглядят в корне правильными. По крайней мере, если отбросить их на несколько тысяч лет назад. Как мы сегодня знаем, в Африке когда-то находилось одно из самых больших озер в истории Земли. Если говорить подробно, то 55 тысяч лет назад Мегачат имел протяженность не менее 1,95 миллиона квадратных километров. Небольшая классификация. Ныне самое большое озеро Земли – Каспийское море, примерно в 5 раз меньше. 6 тысяч лет назад Мегачат еще занимал площадь в 360 тысяч квадратных километров, а его максимальная глубина составляла 170 метров. С учетом этих знаний открывается невероятная деталь. Разве карты Фернандо Бертелли и Лингарда Холли не украшены огромными озерами, которые поразительно напоминают изображение Мегачата? Более того, Мегачат был всего лишь самым крупным из общей сложности четырех больших озер, которые когда-то располагались на территории Сахары. И разве не удивительно также, что современное научное исследование подтвердило былое существование рек, соединявших эти большие водоемы? Поиск истоков. Так как же нам теперь классифицировать старые карты? Что ж, есть две возможности. Либо в Сахаре 500 лет назад все еще существовала разветвленная сеть рек и городов? Либо эти представления основаны на прежних знаниях, которые передавались тысячелетиями? В самом деле, греческий эрудит Клавдий Птолемей около 150-го года н.э. составил карту Сахары, на которой изображена соответствующая сеть рек. Так существовали ли эти реки две тысячи лет назад, или Птолемей опирался на гораздо более древние источники? Мы помним, последняя зеленая фаза Сахары закончилась между 4 тысячами и 3500 годами до н.э. Цветение пустыни, в свою очередь, началось примерно 14 тысяч лет до н.э. в Западной Африке, а в последующие тысячелетия оно распространилось на восток. Согласно нашим официальным знаниям, пути наших предков были тесно связаны с климатическими изменениями. В шестом тысячелетии до н.э. охотники-собиратели в Сахаре наконец-то начали заниматься земледелием. И все же соответствующие записи идут с серьезным ограничением. Полноценная городская культура, как показывают нам карты, в эту эпоху не засвидетельствована. Впрочем, мы знаем, исследователи всегда умны лишь настолько, насколько позволяет текущее состояние открытий. То, что сегодня категорически исключено, завтра становится реальностью благодаря новому открытию. Как будто все эти карты и их необъяснимая подоплека не были достаточно запутанными, то, что мы собираемся тебе показать, обязательно собьет тебя с ног. Карта Себастьяна Мюнстера открывает то, чего просто не должно существовать. Невозможные знания. Давай на мгновение отвлечемся от рек, озер и лесов. Вместо этого позволим нашему взгляду блуждать на западе Сахары, а точнее к структуре, которое совпадает с географическим положением Гель-Паррешата. В народе, более известной как Глаз Сахары, мы имеем дело с гигантской структурой, которая и по сей день доставляет исследователям немало головной боли. Хотя зловещая структура состоит из серии концентрических кольцевых стен, ее диаметр составляет 45 километров. Ее можно обнаружить даже из космоса. Единственная проблема, которая сопровождает Глаз Сахары, заключается в том, что мы понятия не имеем, каково его происхождение. В связи с этим регулярно выдвигаются и вновь отбрасываются теории о падении метеоритов, вулканической активности и эрозии. Самое захватывающее и спорное предположение заключается в том, что это вовсе не природное образование. Нет, на самом деле некоторые люди твердо убеждены, что Глаз Сахары воплощает в себе легендарные руины Атлантиды. Но как бы то ни было, несомненно, что старые карты показывают нам это сооружение, когда оно покрыто водой. В этот момент становится особенно интересно. Современные научные исследования показывают, что действительно когда-то огромная река текла с атласских гор в Атлантический океан, минуя око Сахары. Если говорить детально, то река существовала примерно с 11700 до 5000 лет назад. Если мы теперь еще и вспомним, что другое исследование показало, что водная жизнь обитала в глазу Сахары 7700 лет назад, то возникает революционный вывод. Карты отражают древние знания, уходящие на несколько тысячелетий назад. Но как может быть так, что просто это знание передавалось на протяжении веков, а потом просто так исчезло в замирании прошлого? Ведь те знания, которые мы имеем сегодня об истории Сахары, основаны отнюдь не на исторических записях, а на современных научных анализах. И самое главное, кто передавал эти знания? Существовала ли когда-то на нашей планете развитая цивилизация, о которой мы сегодня ничего не знаем? Что случилось со всеми реками, озерами, лесами и городами Сахары? И что, черт возьми, делает похожий на циклопа гигант на карте Себастьяна Мюнстера? А на этом спасибо за просмотр. Не стесняйся оставлять нам большой палец вверх и подписку, чтобы бесплатно поддерживать нас и одновременно оставаться в курсе событий. Прежде чем ты посмотришь другие видео в титрах, мы хотели бы узнать твое мнение. Как, по-твоему, мы должны интерпретировать карты? Имеем ли мы дело просто с искаженными представлениями или же карты ведут нас гораздо больше исторической правде? Мы с нетерпением ждем твоих комментариев, а теперь говорим чао и до встречи в следующий раз!